Вот это вот насос от Фотона, двигатель 4BD1. Сейчас мы будем делать попытку реанимировать его. Упало давление на горячую тройку. Это мало. Сейчас попробуем что-нибудь с ним сделать. Вот здесь видно что запасные обжимы это для повторного снятия. Вдруг нормальные первые которые обжимы обломаются здесь есть запасные для реанимации. Я думаю что именно для этого. Ну вот снял я сетку и вот 4 болта. Сейчас эти болты нужно открутить чтобы добраться до шестерен. Вот теперь сняли эту крышку. Вот в таком виде у нас насос. Теперь нам надо разъединить вот эту части чтобы добраться до шестерен. Вот мы разъединили вот эти две части и видим две шестерни которые приводятся в движение вот этим валом. Эта шестерни она крутится свободно. Эта на валу. вот таким образом. При приближении видно что выработка в одном месте на шестерне. Вот здесь очень сильная выработка. также здесь 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 здесь. То есть в этих местах где выработка происходит перепуск масла. Масло перепускается и необходимое давление в системе не создается. Эта шестерня вылезла с валом. Нам ее нужно перепрессовать другой стороной. Это вытаскивается в шестерне без проблем. Вот таким образом. Вот она вытаскивается. Здесь также мы видим что очень большая выработка. Очень сильная выработка. Вот так она стояла. Иначе если мы перевернем другой стороной. У нас получается что мы ставим абсолютно новую поверхность. То есть насос как бы принимает первозданный вид. Также мы поменяем эту шестерню с другой стороной. И у нас насос будет работать как новенький. Вот это ставим сюда. Сейчас перепрессуем эту шестерню. И собираем насос в обратном порядке. Вот. Прошу обратить внимание на вот эти метки. Они с одной стороны что в этой шестерне что в этой. Значит когда мы их перевернем эти метки должны быть с другой стороны. И тогда у нас рабочая поверхность будет абсолютно новая. Так. Ну вот шестерню мы перепрессовали. Перепрессовывать нужно с помощью пресса и шестерню. Нагревать ну градусов до 100. 100-110. Температура расширения металла полная. 95 градусов. Вот все. Рабочая поверхность у нас теперь действенно чистая. Как новая. Вот таким образом завтра проверю. И на горячую покажу какое давление. Так же под редукционный клапан подложим небольшую шайбу. Вот это распринтуем. И вот в это место подложим шайбу. Ну я думаю где-то полмиллиметра миллиметра будет достаточно. Ну вот. Подложили шайбочку под редукционный клапан. Теперь сборка в обратном порядке. Ну вот машина только что завел. Видите не проработал еще и одну минуту. Давление на холодную четвертую. Но это не самый важнейший показатель. Посмотрим что будет дальше. По мере прогрева двигателя. Ну вот двигатель практически прогретый. Давление сейчас единица на горячем двигателе. На малых оборотах. На максимальных оборотах 3,5 кг. До ремонта маслонасоса. Значит давление на горячем было 0,5 кг. На больших оборотах. На больших оборотах тройка была. Можно сказать на пол очка поднялось давление. Но это при всем при том что кроме этого надо было еще убрать выработку с крышек. Это надо было отдать не знаю или токарю. Фрезеровщику. Примерно так. Примерно так.